20-й съезд КПСС в 1956 году вызвал серьезный кризис социалистического лагеря Во многих восточноевропейских странах народной демократии разоблачение некоторых сталинских преступлений породило надежды на избавление от силы навязанного им строя Венгрии в том же году дело дошло до вооруженного восстания, подавленного советскими войсками В ряде мест регулярная венгерская армия оказала сопротивление советским войскам Примерно в то же самое время такая же вещь едва не случилась в отношениях между СССР и Польшей Уже после смерти Сталина в 1953 году, на волне прекращения в СССР последних репрессивных дел, инспирированных Сталиным, в Польше начались освобождения своих оппозиционных деятелей Компартии, здесь она называлась Польской объединенной рабочей партией Порп. Наибольшим авторитетом среди них обладал Владислав Гомулка. Он стал таким же символом демократизации Польши, как и Мринатьа в Венгрии. Но роль, сыгранная ими, оказалась различной. Соответственно, различной была и судьба. 25 февраля 1956 года в Москве закончился 20-й съезд КПСС, на последнем закрытом заседании которого Никита Хрущев сделал доклад о культе личности Сталина и его последствиях. Несмотря на секретность, доклад был доведен до сведения руководства братских партий. Первый секретарь ЦК Порп Болеслав Берут присутствовал на съезде. По весьма распространенной версии, потрясение, испытанное им во время доклада, стало причиной его смерти. Он умер 12 марта, не выехав из Москвы. Скорее всего, еще большие впечатления на Берута произвела потеря контроля над ситуацией внутри Польши. Уже 3 марта о докладе Хрущева было сообщено на широком собрании партийного актива Варшавы, а 10 марта центральный орган Порп, трибуна Люду, опубликовал статью с изложением хрущевского выступления на съезде. Брожение в Польше усиливалось. 28 июня 1956 года рабочие поздно не вышли на улицы, протестуя против низких зарплат и плохого продовольственного снабжения, требуя освобождения политических заключенных и немедленных демократических реформ. Демонстрации были жестоко подавлены полицией, погибло около 70 человек. Для Москвы это было сигналом, что польские власти утратили контроль над ситуацией. Усиливались голоса за то, чтобы избрать Гомулку на место Берута. Против этого не возражали ни в Москве, ни в руководстве Порп, надеясь, что Гомулка сумеет справиться с волнениями. В августе 1956 года его восстановили в рядах Порп, на 19 октября был назначен пленум ЦК Порп, где ожидалось утверждение Гомулки на пост первого секретаря. Однако в Москве сильно опасались усиления антисоветских демонстраций в связи с этим событием. Как говорилось на языке того времени, антисоветские элементы могли воспользоваться моментом для контрреволюционного переворота. Для пресечения возможных враждебных вылазок 18 октября министра обороны СССР маршал Георгий Жуков издал секретный приказ о приведении в боевую готовность северной группы советских войск, дислоцированной на территории западной и северной частей Польши, а также краснознаменного Балтийского флота. Танковая дивизия начала выдвижения к Варшаве. 19 октября состоялось избрание Гомулки на должность первого секретаря ЦК Порп. Но демонстрации антисоветского характера в Варшаве и других городах не прекращались. Митингующие жгли советские флаги и портреты маршала Рокоссовского, сталинского, главного смотрящего, над Польшей в ранге ее министра обороны. Власти не задействовали полицию, опасаясь повторения познанских событий в еще большем масштабе. Да и положиться на полицию было уже нельзя. С целью добиться от руководства Порп прекращения антисоветских вылазок. В тот же день в Варшаву прибыла делегация ЦК КПСС в составе Хрущева, Вячеслава Молотова, Анастаса Микояна и Лазаря Кагановича. Хрущев вспоминал, что его разговор с поляками был жесткий, без дипломатии. Вопрос ставился ребром, поляки с СССР или против? На сторонников Гомулки оказывалось открытое давление, моторизованные колонны советских войск двигались к столице Польши. Но новый глава Порпа оказался не лыком шит. Поскольку министром обороны был советский ставленник, Гомулка организовал свой военный штаб, задачей которого было отслеживать передвижение советских войск и информировать польское политбюро. Также был создан гражданский штаб из активистов стихийно возникших демонстраций, в основном из рабочих автомобильного завода ФСОУ и студентов. Он должен был помогать военному штабу. Стихийно возникали отряды самообороны. Сведомо властей было вооружено около 800 человек, в основном, правда, легким стрелковым оружием. Дело шло явно по венгерскому сценарию, правда, аналогичные события в Венгрии развивались с запозданием на несколько дней. Но были и отличия. Одним из требований Москвы было сохранить Рокоссовского в новом составе политбюро ЦК ПОРП. Но Рокоссовский сам к этому совсем не стремился. Тем самым отпадал один из пунктов разногласий. Ключевым моментом, очевидно, стали переговоры между Хрущевым и Рокоссовским. Когда руководитель КПСС спросил маршала, смогут ли польские войска подавить антисоветский мятеж, то Рокоссовский прямо ответил, что только отдельные части подчинятся такому приказу. Боязнь полномасштабной войны между советскими и польскими войсками в тот момент, когда внезапно разгорелись еще более серьезные события в Венгрии, заставило советское руководство пойти на попятную. Гамулке и его сторонникам был фактически выдан картобланш не только на кадровые перестановки в верхах, но и на серьезную либерализацию жизни страны. Конечно, это сопровождалось ответными заверениями Гамулки в том, что он ни в коем случае не допустит выхода Польши из ВД и неизменно сохранит Польшу в советском блоке. Этим он отличался от Имри Надя, который в итоге пошел на поводу у радикальных требований и заявил о выходе Венгрии из ВД. 22 октября пленум Цкопор Рокоссовского освободил Константина Рокоссовского от обязанностей министра обороны Польши и от членства в Цкопорп. Хрущев не возражал. Маршал в тот же день вернулся в Москву. Были отозваны в СССР больше 30 советских генералов и офицеров, занимавших высокие посты в войске польском. 24 октября 1956 года Гамулко выступил на 400-тысячном митинге в Варшаве, где обещал широкие демократические реформы. После этого обстановка в Польше начала разряжаться, демонстрации пошли на обыль. В последующие годы, до выступлений, солидарности и введения военного положения в декабре 1981 года, Польша стабильно считалась одним из самых либеральных государств Восточного блока.